И сегодня, за 33 дня до открытия международного фестиваля искусств Славянской базы в Питерске, мы приветствуем вас на пресс-конференции и пресс-туре, в котором принимают участие журналисты из России и Беларуси. Как Витебск готовится к фестивалю, какими проектами порадует и удивит зрителей Славянский базар в этом году, об этом и многом другом мы сегодня поговорим с вами, с нашими многоуважаемыми экспертами. Экспертами сегодня выступает Вячеслав Викторович Дурнов, заместитель председателя Витебского обл.исполкома. Виктор Валерьевич Глушин, заместитель председателя Витебского обл.исполкома. Глеб Александрович Лобицкий, член Совета Республики, генеральный директор Центра культуры Витебска, директор международного фестиваля искусств. Осталось 33 дня. Вы знаете, что у нас такой есть своеобразный хитиш, мы плюнем всякие числа, даты и на протяжении сегодняшнего дня, а вернее даже если так сказать, что сегодня 33 дня до 33 фестиваля и сегодня стартует акция на 3 дня, когда на все билеты, которые есть в продаже будет скидка 33%. Dream Dance Fest – это наш танцевальный фестиваль в этом году, наверное, благодаря тому, что мы так интегрируемся в детское творчество, появляется и совершенно новый проект. Это проект «Гости из будущего». Многие взрослые говорят, а вот зачем этот проект, ведь ТикТок, блогосфера разлагают наших детей. Ну, я, наверное, скажу на эту критику так, а почему я эту критику знаю, потому что я читаю в социальные сети, что каждый, наверное, выбирает то творчество, которое он хочет. Кто-то ходит только на пианистическое искусство, кто-то слушает только оперу, а кто-то любит эстраду. И как мы видим по потоку зрителей, то как раз-таки эстраду любит большая часть людей. Это целый проведенный конкурс, он сегодня уже завершился, и пришло огромное количество не только из Беларуси рисунков наших деток, 10 лучших из них. В ближайшее будущее узнают, кто же стал этими победителями. Мы их пригласим на это мероприятие, и весь концерт будет оформлен не какими-то картинками из ТикТока, а анимацией вот этих детских рисунков. Потом будет рок. Рок вернется на сцену летнего амфитеатра. Рок будет совершенно разный. Это будет рок и русский, и белорусский, и мировой рок. Это будет и Горшенев, это будет и наша группа SkyNet, это будет и Rebute Scorpions. То есть будет музыка роковая, звучать разное в сопровождении. Между прочим, впервые на Славянском базаре прозвучит оркестр белой телерадио-компании эстрадно-симфонический. Народное братство дороже всякого богатства. Вот так будет называться концерт в рамках Славянского базара Союзного государства главного. И, наверное, тут нечего больше добавить. Это будет большой сборный концерт. Отмечаем 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Очень необычный проект. Он родился из нашего, как бы, дружка с Пушкинским музеем-заповедником. И мы думали привезти только выставку. Потом к этой выставке, выставка будет иллюстрирована, это выставка иллюстрации большой серии мультик, которые сейчас как раз-таки сняты в 225-летие Пушкина. Дальше мы думали очень долго, чем ее разнообразить. Приезжает команда в музей-заповедник и будет проводить интерактив. Это будет очень интересно. Это будет и стихосложение по-пушкински, и письмо по-пушкински. Все по-пушкински. Крезентуют в этом году новое прочтение сказки о царе Салтане. В современной музыке Александра Зацепина. Конечно же, от нас сразу поступило предложение Александру Зацепину, уважаемому, приехать, во-первых, на Славянский базар. Это для нас уже событие. И, во-вторых, привезти свою планету Зацепина. Это огромный мюзикл, который будет показан на сцене концертного зала Витебска. В этом году театральную программу в Славянском базаре открывает Гамлет, который вы услышите на белорусском языке. Как-то мы обделяем инструментальщиков. А инструментальщики Витебска – это вообще отдельная каста, потому что Витебске – самая сильная школа добрых. Ну и понятно, что добрый – это белорусский национальный инструмент. Когда мы думали, а как же вот что-то объединить, поняли, что надо еще притянуть русский национальный инструмент. Какой? Ну, такой. Великолепный. А где лучшая школа была в Лайке? Это Гнесинка. И мы, наивные парни из Витебска с Андреем Петровичем Карповым, набрали директора Гнесинки, поехали на встречу. И вот теперь мы будем проводить вместе с Гнесинкой еще на бате нашего колледжа Савертинского инструментальность. Люди некоторые говорят, мы не хотим ехать, потому что в Ростовострад. А я говорю, а вот вы приезжайте в Витебскую областную филармонию и послушайте Нелла Сальса. Значит, это труба, которая озвучила фильмы, которые получили три Оскара Великого Мариконы. И в этом году Нелла будет играть с нашим Могилевским оркестром Иванова, цимбальным оркестром и всеми ровые хиты своего кинематографа. Вот где это еще, вы представляете, в мире такое может быть. Вот это все называется Славянский базар. И таких проектов очень много. У тебя наш бородатый друг, это действительно большой друг нашего фестиваля. В этом году мы с ним тоже новый скоп-тап проект реализуем. Ну, а почему это первый фестиваль Кавказ Music Fest? Вам расскажет его основатель Тимур Хацарин. Тимур, пожалуйста. Всем добрый день, дорогие друзья, дорогой Глеб, дорогие товарищи. Первое, что хочется сказать, что как-то на душе, особенно радостно, что остался всего месяц до приезда наш любимый Витебск, город, который объединяет в своих объятиях, наверное, всех, кто так или иначе искренне предан к культуре, искусству, и любит людей в первую очередь. И вот в этом году, в 2024 году, получается, мы планируем приехать с самыми яркими кавказскими артистами, народными артистами карты Республики Северного Кавказа на Солянский Пазар. И это будут не только певцы, но и старейший танцевальный коллектив Северного Кавказа, это Страстный Академический Ансамбль Танцев Кабардиан-Балкарий Кабардинка. Мы объединились с Душевным Радио, и в этом году это будет дискотека, танцплощадка с Душевным Радио. Прямо все люди, которые вот такие в приподнятом настроении, могут приходить на площадку концертного зала «Витязь», там будет выступать победитель нашего национального конкурса на лучший камер-бэм. Он уже есть, но мы пока его еще вам не объявим. Мы вчера буквально с меди-компанией его уже определили, выбрали, сейчас они будут готовить репертуар и так далее. Это будут наши розовые розы, это будет наша Казаностра, это будут наши приглашенные друзья, гендарная группа «Нана». И в этом году мы впервые привозим на Словянский Пазар Игоря Токрова-Младшего. Слово Владиславец Вики, автор нашего организатора феста уличного искусства «На семи ветра». Здравствуйте, друзья. Я вам сейчас расскажу, как в Витязевске сбываются мечты. Все-таки в этом году «Парабет» нам устроят репорт, я скажу почему. Они не только рекорд в этом году поставят, они и точно так же, как в Витязевске сбываются мечты, когда отводят баран руководитель баранда тоже был акцент в колесах, а теперь это совершенно самостоятельная единица. Они синициировали, Пьет Александрович нас поддержал, самбо-фестиваль. Они ездили в посольство Бразилии. И там были рады нашей новости. И дальше на ваших руках все как-то будет складываться. Но самбо-фестиваль уже насчитывает больше 200 человек. И выступать будет шесть больших переподавлений. Называется команда. И для них мы устраиваем потрясающее карнавальное шельте. Мы первый раз, я давно об этом мечтала, это опять, потому что мечты сбываются. Мы перекрываем улицу Калинина. И на улице Калинина будет самбо-фестиваль. То есть все смогут натанцеваться в бразильские барабаны. На фестивале уже пятый год работает приложение, интернет-приложение. Все изменения в программе и все площадки, и всю программу смотрите по QR-коду фест семь метров. Кто думает на год, сажает огонок. Кто думает на пять лет вперед, сажает сад. А кто думает на всю жизнь вперед, растит и воспитывает детей. И в этом году мы решили провести фестиваль добра, который будет называться «Рука в руки». К нам приедут гости из Москвы, гости из Белоруссии до нескольких детских домов, которые воспитывают детей с особенностями развития. И эти дети готовят коллекции вместе с своими педагогами и представят его во время Шарянского базара. Программа давно существует, вот в программе фестивальной. У нас в этом году опять 13 выставок, которые будут работать на площадках музеев города Лидинска. Неизвестный знаменосец. Ну, мы все знаем из ненитой фотографии подружения знамени Победы над Экстатом, но немногие, наверное, знают, что таких знаменосцев был не один не группа Кантария, а целая группа красновой больницы, красновой, ну, солдат, которые подступали к реставлу, в том числе тоже удрузили над ним знамена. Так вот, эти документальные материалы были исследованы и представлены технически вот в такой вот реальности. С помощью очков можно будет самим пройти маршрутами, приблизиться к Рейхстаку и подрузить свое красное знамя, как вот анонсируют организаторы этой выставки. Она будет проходить на площадке Рейхстаку и, я думаю, привлечет огромное количество желающих вот самого пройти вот этим необычным маршрутам. По-прочему, они будут еще дополнены фото-выставкой «Освобождение Белоруссии. Путь к Победе». Поздравляю. Приветствую в городе Витцовске, славным нашим. Сразу скажу, чтобы вы удачно провели сегодняшний день и хороший такой рабочий престол. Особенность в этом году в том, что большая череда мероприятий на Витцовской земле, в городе Витцовске в том числе, и после Славянского базара, и перед Славянским базаром. Одно из них, наверное, одно из самых крупных, это форум регионов 11-й, который обещает быть достаточно таким емким, большим. Очень сложно, 33-й базар будет тоже отличаться некоторыми фишечками, и рок-панорама возвращается, и много-много чего в Вите. И концертный зал Витцовск приобретает уже чуть-чуть другой вид, чуть-чуть другое звучание будет, чуть-чуть другое освещение. Поэтому, я думаю, удивятся, кто бывал в концертном зале Витцовск, посетив его, чуть-чуть добавит площадь нашей Победы, центральное место. Мы возвращаем фонтаны, 118 струй, которые будут иметь, это тоже символично, когда освобождали город Витцовск. 80, ровно 80 лет назад, вышли встречать наши войска, 118 человек. Вот поэтому это такой вот символ, эти фонтаны будут удобные в жару для деток, радость. Ну, а если какие-то массовые мероприятия, концерты, мы их просто выключаем, получается большая душа. Исходя из концертной программы, каждый найдет себе место. И театралы, и кто увлекается кукольным театром, и джазовые, и роковые композиции, и классическая музыка, и поп-музыка, и шансон. То есть это каждый должен выбрать себе какое-то мероприятие. Поэтому мы постараемся еще немножко удивить наших гостей, наших друзей, которые будем обеспечить все, чтобы вам всем было уютно, комфортно, и вы чувствовали себя как-то. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!